все пора начинать давайте так на лекции вы слышали про language modeling для чего нам нужен у нас есть язык и у нас есть какие-то предложения соответственно у нас есть какое-то распределение слов то есть мы знаем с какой вероятностью какое-то слово встречается в каком-то месте в нашем предложении на лекции у вас была часть про н граммы то есть где вы с помощью условной вероятности смотря на предыдущие пару слов предсказывали вероятность данного слова вот мы когда используем н граммы мы пытаемся фиксируем наше окно то есть мы фиксируем количество слов которые которые зависит наше слово во первых очень плохо когда для всех слов у нас одинаковое окно и с другой стороны еще плохо когда это окно фиксированы нам бы хотелось чтобы это окно во первых было нефиксированного размера вот и для каждого слова нам было свое это окно зависело от контекста окей давайте теперь перейдем к самой задаче на сегодняшнем семинаре мы будем генерировать имена просто обычные имена на людей в имени человека имя она стоит из одного слова поэтому мы нашего языковой модели будем строить на символах то есть мы будем подсказывать не следующее слово а будем подсказывать следующий символ для построения модели будем использовать рекурренты нейронной сети давайте к окно сиди на коллабе нам нужно загрузить данные да будем выполнять первую ячейку выполнили нашу первую ячейку включали данные вот на график на следующий ячейке у нас есть схема нашей рнн но это рнн в отличие от того что будет сейчас у нас у нас она будет действовать на символы хорошо получается что у нас происходит у нас получается происходит следующее что мы допустим считываем пару слов например три слова да и исходя из того что не значит и что не значит в соответствии с словом т да опираясь на эти три слова мы предсказываем вероятность нашего слова мы это будем делать помощью скрытых состояний в целом механизм очень простой на предыдущих семинарах мы очень подробно разобрали как действует ячейка рнн что там еще происходит на семинаре мы закрепим это и и во первых отличие от предыдущего семинара где у нас была достаточно синтетическая задача где на самом деле рнн в целом не требовалось и там зависимости между синглом не было в этой задачей есть имеется вот и давайте это решать окей давайте обратимся к нашему датасету что у нас происходит данных вот мы скачали текстовый файл имен а имена разбиты через перевод строки давайте читаем файл считали файл вывели пару из них у нас всего примеров 7944 вот можно найти посмотреть какие-то имена да пиги горе ну в целом как бы ничего особо интереснее давайте посмотрим на кистограмму распределения наших слов зависимости от длины то есть мы посмотрим какая длина самая популярная ну вот видим что на самом деле все слова в среднем где длины 7 7 8 и так далее но есть исключительные случаи когда у нас длина слова на длина имени 16 или 2 но это в целом редко случается вот давайте посмотрим какое-то известное имя возьмем да и посмотрим лежит ли на на нашем датасете вот я еще немножко забыл вам рассказать о том что вот видите да что в начале каждого слова имени у нас есть пробел для чего вообще нужен пробел пробел как вы думаете конечно в отличие от очных семинаров тут как вот это не последует да конечно но я думаю вы подумали немножко и давайте скажу чего это нужно это нужно для того чтобы у нас была какая-то начальная инициализация вот мы видим когда мы предсказываем word2 у нас должно быть word1 и в качестве word1 у нас выступает пробел то есть очень все просто то есть пробел это вот начальная инициализация нашего первого сингла здорово давайте посмотрим есть допустим какое-то у нас имя не знаю анна да в нашем списке имен так называется он онлайнс да видим что она есть да давайте посмотрим еще маша да давайте посмотрим есть у нас ли маша маша тоже есть замечательно и маша и она у нас есть давайте перейдем дальше что мы делаем что мы делаем у нас сейчас есть имена как обычно нам нужно перейти от текстовых данных к численным данным вот для начала давайте создадим массив всех наших токенов то есть у нас существует вот ну давайте что сделаем у нас получается переменной 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 какая переменная переменной лайнс у нас содержатся все имена давайте эти имена сделаем с ними join да вот и возьмем от этого сет возьмем сет и посмотрим что у нас получится так и скобочку вестили получилось на у нас 25 токенов вот все 5 токенов давайте посмотрим что это за токены токены у нас будут получается следующие окей давайте проверим следующие если у нас пробел наших токенов пробел тоже имеется то замечательно то есть у нас есть какие-то латинские буквы есть пробел замечательно вот как но как нам перейти к теперь к численным данным да давайте каждый символ перейдем в число вот и так будем кодировать каждое имя пишут часть что видео упало верно это неправда если это правда давайте подожду секунд 10-15 напишите на чатике если видео завалилось хотя почему напишите чтобы я знал что-то здесь непонятное непонятное уже есть отлично замечательно есть давай дать иначе продолжим как и остановился на том что мы пытаемся да окей окей хорошо хорошо продолжим дальше то есть мы остановились на том что мы хотим как-то кодировать наши токены вот ну просто давайте кодируем токен просто зависит на каком месте он стоит здесь просто напишем его позицию окей давайте сделаем это сделаем это папа-пам 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 что мы здесь будет нам нужно писать некий словарь словарь давайте будем записывать все наши токены из наших токенов да словарей у нас будет ключом давайте ключом сделаем сам токен значением по ключу у нас будет как раз его индекс так ну данные загрузил заранее вот давайте продолжим токен и давайте как раз для токена получим его индекс то есть что сделаем мы сделаем получается у нас есть наш как его называть все время забываю наши лайнс да лайнс наш токен наши токенс токенс давайте возьмем индекс от самого токена замечательно давайте посмотрим что допустим какой у нас айди у чего например давайте возьмем посмотрим у пробела айди у пробела айди у пробела получается ран 19 здорово давайте проверим все еще все но мы научились только кодировать каждый символ теперь давайте кодировать на ночи кодировать все ими вот еще имя это просто массив символов и давайте массив символов переведем массив чисел окей замечательно давайте это сделаем что мы здесь происходит во первых смотрите когда при обучении то есть когда мы пытаемся уменьшить у вас уменьшить ошибку классификации наших символов то мы иногда обучаемся батчами вот для обучения батчами нам необходимо чтобы внутри этого батча все все слова были одинаковой длины то есть все имена должны одинаковой длины для этого мы добавим в конце каждого имени по пробелу вот то есть мы найдем самое длинное слово в нашем батче и до длины этого слова дополним все другие слова то есть мы сделаем то есть мы находим максимальную длину сначала все все имена мы закодируем просто пробелами то есть мы сначала интенсируем с помощью нулей а потом добавляем ко всему ко всем один то есть это были добавляем как раз айдеи нашего пробела добавили учили все пробелы после этого мы пробегаемся по каждому имени и кодируем токен его индексом айдишник вот и все что происходит давайте сделаем эту функцию что получается что у нас соответствующему таким вот именам соответствует вот такие вот массивы что мы можем видеть что на самом деле 19 это нас является пробел он стоит у каждого слова на первом месте и также пробел у некоторых слов стоит в конце ну трех слов кроме одного того которого самое большое окей так давайте в чате спрашивают токенс равно ну я писал говорю я писал чему это равно вот вот такого давно то есть вы должны это написать вот иначе это работа не будет очевидно окей да я думаю вы нам разбирать в чате так и давайте перейдем теперь к рекуррентные нейронные сетям ну я думаю уже очень много чего было сказано про рекуррентные нейронные сети и поэтому давайте целом просто как-то не знаете делаем такой маленький обзорчик что в общем нас происходит то есть у нас на момент времени t есть предыдущие скрытое состояние h есть текущий имбеддинг нашего символа то ли слова это символ в данном случае xt какой-то мы конкретируем h скрытое состояние и имбеддинг наш x над ними происходит линейное преобразование дальше следует нелинейность где-то нелинейности мы получаем наше следующее скрытое состояние вот ну во первых скрытое состояние проходит дальше и с другой стороны у нас ht выступает в роли признаков для классификации yt то есть классификации то есть мы хотим из xt получить следующий символ yt или xt плюс 1 давайте обозначим так да вот ну в целом как бы все очень достаточно просто три реально да хорошо давайте продолжим дальше давайте перейдем к нашей чаррненцелл чаррненцелл это просто одна ячейка вот эта вот ячейка как раз ячейка принимает на вход только один символ то есть мы пока что рассматриваем один символ вот 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 окей я конечно наверное скинул бы в счетов код в чатик но и боюсь там проблема с регистрацией будет дорегистрироваться нужно вот давайте продолжим просто окей ну на что есть у нас есть ячейка рнцелл мы подойдем туда количество токенов имбеддинг сайз рнн нам иметь равно 4 имбеддинг сайз 16 вот достаточно небольшой размерности нам этого хватит все мы знакомы со слоем имбеддингов вот у нас будет слой который отвечает за линии на преобразование над контакт нации h и x есть слой который отвечает за предсказание уже yt здесь на самом деле в отличие от предыдущего снимара опущена рнн то есть сама сам ленивый слой ой сам слой рнн вот но мы просто его сейчас перепишем немножко по-другому то есть чуть копнем как бы и глубже да но недалеко вот и в конце я просто покажу как как обычно мы делали вот вот давайте сначала что заинцизируем нашу модель то есть мы давайте закомментием закомментием форвард закомментием форвард нашу модель получили давайте проверим что наша модель там что в ней хранится внутри какие слои мы видим имбеддинг дальше слой линейный один еще один второй линейный слой отлично и давайте посмотрим слоем беддинга да вот давайте ему скорую сначала давайте возьмем вот эти вот наши матрицы да и нас на самом деле интересует только один символ какое-то из каждого имени да вот получается давайте возьмем только первый символ вот первый символ да первый символ возьмем получается первую все строчки возьмем первую символ вот получаем мы получается мы взяли просто батч размера 4 и взяли только один символ у каждого. Давайте это кинем в слой имбернинга, предварительно закинув математрицу в тензор. Вот что-то у нас вышло, давайте посмотрим какой размер всего этого. Вот мы получили что, все стандартно, для каждого символа из 4 мы получили его имбернинг размера 16. Все замечательно, да? Окей, давайте перейдем к форварду. Что происходит в форварде? Ну мы прокинули через наш слой имбернинга наш x, получили допустим наш батч равен 4, получили тензор размера 4 на 16. Вот. Что дальше? Что дальше? Окей, типа дальше здесь идет подсказка, нам говорят, что нужно конкционировать hidden, как мы сказали, и нужно конкционировать с x. Окей, так и сделаем давайте, да? Вот, напишем torch cut. Будем конкционировать наш x-embedding, да? Сейчас. x-embedding. И добавок будет еще у нас hprev. Подается на вход форварду x, x и hprev. Вот. Как мы сказали, нужно сделать еще линейное преобразование, да? За линейное преобразование у нас включает слой rnnupdate, да? Закинем наш комбинацию в этот слой. Получим получается следующий скрипт состояние hnext, hnext. Вот. И теперь нам нужно предсказать, типа, наш y, то есть по факту наш логит. Сначала нужно искать логит. А после этого логит мы должны искать все вероятность. А логит это как раз линейное преобразование над h, над признаками, то есть над крытым состоянием. Что мы делаем? Мы, во-первых, мы, во-первых, во-первых, давайте сделаем... Подвисает здесь немножко? Ну, я думаю, проблема сейчас решится. Окей. Давайте возьмем наш слой selfrnn logits. Вот. И через него пропустим наш как раз hnext. Вот. Здорово. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот. У нас, смотрите. После того, как мы пришли к помощи hnext, мы перешли, получается, к нашей размерности. То есть hnext переводит к количеству, типа, с помощью rnn logits мы перешли в размерность нам токенс. То есть мы перешли уже к нашим токенам, которых, там, включается, сколько? 55 штук, да? Вот. И над всем этим мы сделали log softmax. Вот. Об этом пойдет чуть позже. Давайте так. Давайте попробуем посмотреть, что нам выглядит наша модель. Так. rnn. Давайте закинем туда ей наш tensor. Наш tensor, да. Мы видим, что у нас выйдется hnext, если мы пропустим через модель наш tensor. На hnext нам не нужен, да? И нам еще, ну, и нам нужны, как раз, вероятности. Давайте посмотрим, наверное, наши вероятности. Вот. Но, смотрите, не забудем, что в char rnn мы должны подавать не только наш x, но еще должны hpref подавать. А h нулевое, то есть hpref, h нулевое, это у нас как раз поделяется с помощью функции initial state. Initial state у нас будет, соответственно, состоять в параметрах initial state у нас есть только batch size. Ну, в batch size мы брали 4, да? Подавали 4, получается. Вот. И поэтому давайте в initial state подадим параметрам batch size равна 4. Так. И посмотрим на, соответственно, res load shape. А так, нам нужно, наверное, все-таки перезапустить, потому что он у нас ругается. Ругаться это плохо. Так. Так. Не продолжай ругаться. Так. Что-то у нас 4,16. Так. А, отлично, да-да-да. Вот, что я пропустил. Смотрите, 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 очень внимательно, на что смотрим. Мы помним, что у нас x после embedding, да, получается размера 4 на 16. Вот. Соответственно, у нас h размера получается batch size на hidden size. То есть у нас hidden size равен 64. То есть у нас равен 4 на 64. Так? 4 на 64. И поэтому при конкретнации мы конкретируем по второй оси. То есть у нас в итоге при конкретнации получится 4 на 80. То есть поэтому при конкретнации мы не забываем указать не забываем указать ось dim равна единице. Ок. Ох, здорово. Что получилось? То есть по факту мы сконфлинировали и получили, получили вероятности для каждого символа. Вот. То есть мы опираясь на то, что у нас первым символом у каждого имени был пробел, мы прогнозировали, мы пытались прогнозировать следующий символ. В результате мы получили для каждого символа, точнее, для каждого символа получили вероятность того, насколько он может, насколько вероятно он появится за пробелом. Вот. То есть все, все замечательно. Ок. Давайте перейдем дальше. Все здесь вроде понятно. Ок. Что здесь происходит? Здесь происходит следующее. Что происходит? Мы, во-первых, извлекаем бач-сайз и макс-лен. И теперь вот в этой функции мы вместо одного символа будем подавать уже полностью наше слово. Вот. И получается мы будем по очереди закидывать символы нашего слова, получать хиден, следующий хиден, опять закидывать этот хиден, который мы получили, и наш следующий символ, включать следующий хиден и так далее. То есть мы будем так вот рассматривать все наше слово и предсказывать следующий символ. Вот. Что мы делаем? Вот. Во-первых, у нас просто происходит инициализация, мы здесь делаем начальный state, hidden state. Вот. А у нас массив локров сначала никакой, ну типа пустой. Вот. Теперь мы переворачиваем, во-первых, наш бач-икс. То есть чтобы у нас... У нас раньше бач-икс был такого формата бач-сайз на... Ну типа на сек-лен, то есть на длину предложения, на количество символов предложений, символов в слове. Вот. Мы переворачиваем это, чтобы извлекать по символу. То есть сначала мы фиксируем слово в баче, допустим, фиксируем первое слово в баче. И извлекаем из него символы. Вот. Что здесь происходит? Мы извлекли xt. Вот. Символ xt. С помощью него мы, по факту, получается, предсказываем следующее состояние и сам... То есть... Так, сейчас... И сама... Саму вероятность следующего слова. И добавляем в наши вероятности просто этот массив вероятности. Окей. Угу. Ничего больше здесь не происходит, да, наверное. Сейчас посмотрим на... Допустим. Давайте разберем дальше немножко. Сейчас. Что здесь происходит? Смотрите. Мы... Давайте сначала посмотрим размер logP sec, да, к чему он равен. Смотрите, он равен 5 на 8... Что это значит? Мы закинули туда... Закинули туда... Бач... Бач равен 5, размером 5. Вот. И в каждом слове... В каждом слове... Мы предсказывали его... В каждом слове мы предсказывали по символе на следующий символ. Вот. И в... Если посмотреть, допустим, наш... Бач... Сейчас... Бач x... Шей, да. Вот. То, получается, у нас есть... Бач размером 5. И в нем в каждом 8 символов. Вот. И получается, для каждого символа в каждом слове... Допустим, взяли первое... Первое слово и первый символ. Мы для него предсказали вероятности всех символов. Всех символов 55. Соответственно, 55 вероятности. Здорово. Вот. И... Функция стак... Как раз отвечает за то, что... Мы для каждого символа... На основе каждого символа... Мы получили вектор размерности 55. И вот так получается... Таких... Векторов 8 для каждого символа. Мы закинули их в наш... И мы их стакнули по первой размерности. Так, чтобы... В DIM1 оказалось количество этих... Векторов размерности 55. Вот и все. Вот мы и получили что. Здесь происходит проверка на то, что, во-первых, на то, что наш лог-псек равен такой размерности, а в другой, дальше здесь проверяется, что у нас все элементы в нашем лог-псеке отрицательные. Почему это будет происходить? Это будет происходить, потому что у нас здесь записан лог софт-макс. Софт-макс принадлежит от 0 до 1, а лог-арифм от софт-макс получается от минус-качества до 0. То есть все отрицательные. Отлично. То есть здесь ничего особого не произошло. То есть мы взяли бач размеры 5 символов, 8 было в каждом приложении, ну и все в целом. Окей. Хорошо. Давайте вспомним, что такое кроссентропия, да? Ну вот мы, наверное, уже миллион раз это видели, но лишний раз не будет вредом, так сказать. Вот. У нас есть два распределения Px и Qx. Qx это наше сгенерированное распределение, вот, с помощью нашей РНН. Px это искомое. Ну мы находимся в дискретном случае, да? То есть мы пытаемся подсказать вероятности для каждого символа. Искомым вероятностью есть... Под искомым распределением есть, соответственно, распределение с вероятностями там 0,0 и где стоит единичка. То есть мы знаем, какой символ идет следующий, значит его вероятность мы считаем равно единице. То есть на нем вероятность распределения равно единице. А на других оно равно 0. Вот. И по факту, крушно-тропия сравнивает эти два распределения. Вот. Распределение истинное Px и которое мы получили. Px. Все очень просто. Исходя из этого, то, что мы сейчас сказали, делаем следующее. Во-первых, мы получили logP sec и это есть, по факту, есть вероятности. Но давайте обратимся вообще к здоровому смыслу. Что мы в общем предсказываем? Допустим, мы берем последний символ и предсказываем вероятность следующего символа. А следующий символ, у нас нет о нем информации никак. Ну, типа, никакой информации у нас нет о нем. Вот. Поэтому последняя вероятность, она ничего не значит для нас. Вот. Мы никак ее не можем проверить, насколько она правильная. Вот. Поэтому последнюю вероятность обрубаем. Поэтому минусничка. Вот. С другой стороны, почему мы берем батч x с первого элемента, не с нулевого. Потому что первый элемент, нулевой элемент. Потому что нулевым элементом у нас является пробел. Вот. Пробел это просто начальная инициализация. Вот. И он нам, к факту, не нужен. То есть мы просто это взяли как начальную инициализацию. Вот и все. Вот. Хорошо. Что происходит дальше? Ну, как я сказал, смотрите, в нашей формуле, если мы обратимся, посмотрим и найдем, ну, типа, что такое кросснотерапия для нашего случая, да, то есть это просто будет минус сумма логарифмов. То есть мы вместо p от x взяли равную ничку. А p от x равную ничку как раз находится в нашем истинном значении. То есть все остальные p от x, они равны нулю. Ну, типа, p от x это истинное распределение, и p от x только на... p от x только на нашем элементе... Сейчас, извините. А, сейчас что-то интернет прорвался, наверное. Надо подсадить здесь. Похитрее сейчас что-то с интернетом. Проблемы какие-то. Немножко исправим. Так. Окей. Давайте. Окей. Давайте дальше. Окей. Значит, я остановился на том, что мы как раз смотрим на элемент, у которого вероятность равно единицы. Остальные мы, факт, и не учитываем. Так. Вот. Поэтому нам нужно выбрать из нашего logp только те элементы, которые соответствуют нашим истинным значениям, нашим истинным символам. Вот. Мы это сделаем. То есть мы TorchGather выбираем из prediction logp, выбираем только те значения, которые соответствуют вот таким вот индексам. Давайте посмотрим, что происходит здесь. Сейчас. Давайте выведем. Посмотрим, выполнится на нас это или нет. Выполнил все. Давайте посмотрим, что у нас происходит. Во-первых, что такое actual tokens shape. И давайте посмотрим, что такое prediction logp shape. Вот. Смотрите. У нас что есть? У нас есть, соответственно, матрица Tensor 5 на 7 на 55. И из него мы выбираем, то есть для каждого, для каждого, для каждого, для каждого слова в батче, и для каждого символа в слове, мы выбираем только единственную вероятность. Вероятность, которая соответствует истинному символу. Вот и все. С этим все понятно, мне кажется, да? Давайте перейдем дальше. Что происходит дальше? Так, вопросы есть какие-нибудь? Давайте посмотрим. Окей. Забиваем дальше. Процесс учебу дальше делаем. Дальше мы делаем, инициализируем нашу чар RNN. Происходит у нас, берем оптимизацию качества, оптимизация нашу Адам. Ну, как говорил я в прошлом семинаре, Адам спасает от всех бед. И его будет вообще нам вполне достаточно. Хорошо. Ну, самый главный момент, это когда мы пытаемся что-то обучить. Ну, давайте обучим, да? Во-первых, нам нужно вычислить лосс, но лосс у нас, как бы, мы уже все сделали, да? Нам просто нужно скопировать всю эту штуку. Вот, скопировали эту штуку и вставили ее вот сюда. Вот сюда ее вставили. Так, сейчас. Сюда ее вставили. Вроде все верно. То есть, мы просто посчитали, для каждой итерации мы сэмплируем из наших данных 32 предложения. Вот, то есть, бача размера 32. И закидываем его в нашу сетку. И с помощью него мы обучаемся. То есть, мы получили наш лосс. Вот. Лосс является, как мы сказали, это просто кроссентропия. Вот. Получили наш лосс. И теперь, ну, типа, стандартный прием, это мы просто, как обычно, уже скучно, неинтересно. Обновляем наши градиенты. Обнулили градиенты. Делаем теперь... Во-первых, посчитаем наши градиенты, да? Вот все зависимости мы посчитали. Теперь давайте сделаем шаг. Шаг градиента. Все, отлично. И теперь давайте запустим на обучение. Так, сэмпл у нас вопрос, потому что мы тут не интеллируем. Окей. Давайте, что происходит тут. Происходит здесь следующее. Здесь происходит, соответственно, обучение. Обучение, 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 обучение. Ничего интересного. Но мы видим, что все стандартно, все достаточно падает плавненько, без каких-то там взрывов, градиента или задухания. То есть, все, на самом деле, стабильно работает. Вот. Ну, это, наверное, можно объяснить, во-первых, что у нас магинируем, во-первых, магинируем имена, которые, на самом деле, содержат маленькое количество символов, то есть, они короткие сами по себе. И ничего страшного здесь произойти не может, то есть, у нас все, в целом, всего, в среднем, 7 символов в каждом слове. Но это вообще ерунда, да, и ничего здесь сложного не может быть. Вот. Наша сетка еще обучается. Ну, давай, здесь немножко осталось, наверное, тысяча, да, итераций. Так, все произошло, все обучилось, замечательно. Перейдем к следующему. Что, во-первых, мы хотим сказать? Вот, давайте к этому немножко вернемся позже. Тут мы пытаемся генерировать уже наше, собственно, имя. Какое это имя? Чет имя. Пытаемся генерировать наше имя. Что здесь происходит? Здесь происходит следующее. В этой части строчки у нас просто происходит прогон нашего префикса. У нас префикс равен сначала пробелу, то есть, сид фрейс, она равно пробел. Ну, помолчаем, у нас будет таким. Вот. И мы хотим получить просто hidden state нашей сетки после прохода через пробел. Мы получили следующее, hidden state. Вот, просто прогнали его через сетку. В целом, все. То есть, ничего здесь не поинтересному. То есть, это десинциализировали мой hidden state, тут его получили. Все. Также в параметрах нашего generate sample, в функции generate sample, есть такой параметр, интересный, как temperature. Ну, вот у max.len, понятно, что это такое, да. Максимальная длина, просто длина наших слов, которые мы генерим. А temperature, это вот непонятно, что это такое. Давайте я объясню. Ну, во-первых, все мы знаем, что такое softmax, да. То есть, это, если мы берем какой-то элемент x-e, да. Softmax от x-e, это есть экспонента в степени минус x-e делить на сумму всех, в которых сумму экспонент в степени минус, сумма экспонент в степени минус x-e. Вот, сумма всех экспонентов. Укратили у них x-e, окей. То есть, по факту, мы это делаем для того, чтобы не перейти к распределению от 0 до 0 до 0. И как вообще выглядят наши экспоненты? Экспоненты выглядят примерно вот так, да. Вот наши экспоненты. Допустим, мы работаем где-то в этой области, да. Вот, получили на значение где-то в этой области. То есть, x-e наши получили в этой области. Вот. И если x-e отличаются, ну, на сколько-то, да, на сколько-то она отличается, допустим. На какой-то дельта x-e не отличается. То функция отличается в этих точках на достаточно большое значение. Если мы делим наши x-e на какой-то t, да, то, по факту, область перемещается наша вот сюда вот. Где, по факту, функция меняется не сильно. Она близко к линейной. То есть, здесь все в целом линейное. То есть, здесь линия не сильно меняется. То есть, она почти плавненькая. В отличие от того, что происходит здесь. Здесь прямо видно свойства экспонента, да. И вот, когда мы переходим в эту область, мы, по факту, переходим к линейности. И, например, если мы t устремлюбим бесконечность, то есть, в кратерной степени у нас будет в кратерной степени показатель экспонента у нас будет получается e в степени x делить на t. Представить стоимость бесконечности у нас просто под кратерем будет 0. И у нас получается все экспоненты превращаются в единички. И если у нас получается n символов, и мы хотим посмотреть верность каждого, то верность e в степени минус x у нас будет равного единице. И получается, если n у нас символов, то верность каждого будет 1 на n. То есть, все будут распределены, они равномерны. То есть, у нас распределение будет равномерное. Если мы, например, тестуем к 0, то есть, когда мы перейдем еще в высшую область, где отличие, маленькое отличие в x переходит в большое, очень огромное превращение в функциях. Вот. И то есть, нам хватает маленького превращения, то есть, если они немножко отличаются друг от друга, но этого хватает для того, чтобы одно значение сильно увеличить по сравнению с другими. И оно будет превалилировать над всеми другими. И по факту, распределение придет к дискретному распределению, так что вероятность в максимальной точке будет равна единице, а все остальные будут нули. Вот. Вот и все. То есть, температура, она такая вот, типа, такой гиперпараметр, который сглажит наш софт-макс. То есть, если t большой, то это очень большая, то это в целом какая-то прямая линия. Вот. Если t маленький, то это просто какой-то пик. Вики-пик. То есть, просто большое значение максимально. Оно сильно увеличивается, а другие они становятся маленькими. Вот. Вот и все. На это влияет наша температура. Вот. Температура. Что происходит дальше? Что здесь происходит? Вот. То есть, мы, как уже поняли, мы закидываем в наш чар RNN, наше слово и получаем наши вероятности. Слов. Вот. Здесь под вероятностью под софт-максом мы загоняем нашу температуру. То есть, мы делим иксы на температуру. То есть, теперь становится в экспоненте икс делить на т вместо икса. Вот. На основе этой вероятности мы выбираем следующий символ. Вот на основе этой вероятности. Просто как-то рандомно исходя из этих вероятностей. Если, получается, вероятность будет одна большая, да, то есть, в общем, t очень маленькая, то мы просто выберем, то есть, мы будем всегда выбирать один элемент. Если t очень большая, то мы будем выбирать вообще, ну, равномерно, рандомно, совсем рандомно. Не с какой-то какими-то распределениями, а просто рандомно. С никакой вероятностью. Вот. Что дальше? Мы получили x-seconds, сконнектировали. Ну и все, да? сконнектировали наши все символы и получили наши токены. Давайте посмотрим, что нагенерировала наша сетка. Вот такие имена у нас были сгенерированы. Но в целом достаточно, наверное, нормально. То есть, здесь нет никаких там страшных слов, когда там пару гласных или согласных, то есть, допустим, пять согласных и потом пять гласных идут подряд, да? Такого нету. Вот. И мы, смотрите, замечаете, что на самом деле из-за того, что мы в наших данных хранились только имена длины 7 в среднем, то он сгенерировал в среднем слова длины 7. То есть, если мы увидим, то все у нас слова одинаковые одной длины, да? И не дополнены в конце пробелами просто. И все пробелы сгенерированы. Вот. Давайте теперь вместо того, чтобы сид фрейс брать равного пробелу, давайте сид фрейс возьмем что-нибудь поинтереснее, да? Возьмем трамп. И уже, исходя из трампа, мы получим какой-то hidden сейс, ой, скрыт состояние какое-то, да? И уже опираясь на этот hidden, мы будем генерировать уже дальше символы. Давайте посмотрим, что вообще произойдет. Происходит следующее. Очень какие-то странные, конечно, не, на самом деле нормально, да? Трампи, трампия, трампи, трампичи, трампель, ну, нормально, да? Весело. Кажется, этим можно поиграться, вот, но мы все-таки люди серьезные, давайте что-нибудь еще поинтересное разберем, вот, вместо того, чтобы просто играться с гиперпараметрами, вот, ну, во-первых, еще хочу сказать, что, вот мы сейчас генерировали символы, да, нашего имени, и на самом деле мы можем эту задачу применить ко всему, что угодно, то есть мы просто возьмем другие данные и можем, не знаю, какие-то цепи ДНК прогнозировать, либо какие-то стихотворения, какие-нибудь песни и так далее, то есть мелодии, допустим, да, мелодии, какие-нибудь, все, что угодно, вот. Давайте обратимся немножко дальше, вот на прошлом сценарии мы использовали слой RNN, сейчас мы не используем до этого слой RNN, но мы спокойно это могли сделать. В чем преимущество RNN, то есть имплементации в торче? Плюс такой, что мы сначала писали функцию, которая выполняется отдельно в каждом селе, да, мы писали функцию, которая выполняется в каждом селе. Теперь, теперь, теперь нам это делать не нужно, мы просто на вход нашему RNN, закидываем наш сразу полностью слово, то есть все символы, и, соответственно, наша RNN выдает нам на выход output, все, и какое-то последнее, скрытое состояние, аж. Ну вот, аж-тек, это, получается, конкунация всех хидденов, вот, как раз они нас и интересуют. исходя из этих хидденов, мы перейдем к логитам, то есть мы просто перейдем с помощью лимонного преобразования, и посчитаем, как обычно, логсов максы, вот такая вот модель, то есть, типа, здесь ничего такого, ну, то есть мы все это делали, да, вот, отличий здесь особо никакого не будет, наверное, просто, тут, как бы, код стал гораздо, гораздо меньше, гораздо компактнее, вот, но зато иногда можно писать такой код, не понимая, что в нем происходит, а мы уже собрались, это здорово, замечательно, вот, давайте прожим в том же духе, вот, что мы видим, давайте посмотрим на LSTM, LSTM мы еще не касались на семинаре, вот, но на лекции у вас уже было рассказано о ней многое, о том, что кроме хиддена есть еще такая переменная, как sel, хи, да, которая как раз нам помогает, помогает противостоять задуханию градиентов, то есть, если бы у нас слова были очень большие, да, наши имена были большие, то при генерации уже какого-то t плюс первого слова мы бы никак не учитывали первый символ, совсем никак, вот, окей, а в LSTM помогает это избежать, вот, в целом здесь код примерно такой же, да, только здесь еще есть такая переменная, как sel, вот, происходит здесь все так же, только, получается, если мы раньше инициализировали только hidden, то есть, только h, да, вот она, где, вы помните, была функция initial state, да, initial state, вот, теперь нужно нам еще инициализировать еще sel, сам sel, вот, ну, здесь ничего другого не происходит, все в целом так же, так же происходит, вот, все у нас ошибочка, torch, 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 я уже не вижу, torch, вот, все произошло нормально, вот, на самом деле, ой, извините, на самом деле, смотреть, как это все получается, смотреть, что будет сгенерировано, мы не будем, потому что результаты будут для нашей задачи такими же, мы просто потратим время, вот, что еще можно сказать, наверное, у нас еще есть, кроме LSTM, еще есть GRU, да, вот, в отличие от GRU, в отличие от GRU, вот, наш LSTM, в отличие от GRU и RNN, LSTM используют CELL, вот, но, нам интересно, какое отличие от GRU и RNN, в отличие к имплементации, да, когда мы, когда происходит процесс форварда, да, в GRU не нужно конкурсировать hidden и беддинги, они просто подаются как параметры, вот, но в GRU, как и в LSTM, внутри и в каждой человеке происходит некое волшебство, да, о котором мы наслышаны, вот, не будем о нем напоминать, вот, и это просто помогает нам работать с более длинными словами, вот, наверное, вопросов пока что нет или есть какие-то, а, кстати, вот это очень, очень интересный вопрос, я не посмотрел, посмотрел в чатике сейчас, да, вот, давайте посмотрим, изменим нашу температуру, вот, это очень классно, как я сказал, если мы температуру увеличим, да, допустим, давайте увеличим ее на 5, увеличим ее на 5, что произойдет, то есть, мы, к факту, распределение стало более равномерным, и шанс нагенировать какую-то ерунду у нас появился больше, сгенерировать какие-то символы, которые у них была, если была маленькая, вот, но мы наше распределение сделали более равномерным, ну, если так, конечно, кривое слово, но, его в целом можно использовать, да, наверное, скажем, более равномерным, и поэтому у нас шанс генерировать что-то плохое появилось больше, давайте посмотрим, что произойдет, мы делали равное 5, смотрите, что произошло, просто совсем что-то очень плохое, во-первых, у нас в конце слов не появились пробелы, то есть, пробелов не стало, то есть, наша модель примерно понимала, что в конце, в конце всего должно быть пробелы, и очень много, здесь какая-то происходит какая-то ерунда, вот, давайте пробуем ее сейчас уменьшить, немного, давайте сначала увеличить еще, если мы увеличим, то здесь просто, ну, просто какая-то фигня, вот, ну, то есть, которая не имеет никакого смысла, давайте, может, попробуем подобрать что-нибудь, в общем, два возьмем, да, что будет на двойке, на двойке уже тоже начинает какая-то, какая-то анархия происходить, вот, вот, вот и вся такая штука, то есть, с параметром температуры нужно очень аккуратно играться. Иногда он полезен, иногда он очень опасен. Наверное, вопросов пока я больше не вижу в чате. Если какие-то вопросы есть, давайте подожду еще секунду, минутку, наверное. Если какие-то вопросы будут, давайте мы сейчас их порешаем. Задавайте любые вопросы, не знаю, как настроение, наверное, задавать вопросы бессмысленно у меня, но кто-нибудь поделан, давайте обсудим что-нибудь. Да, ноутбук будет скинут, все будет замечательно. Он будет в чате Телеграма, как обычно, будет под тегом 7 слов, что-нибудь такое, ничего не сделают, подобное. Да, сек-то-сек будет как раз на следующей лекции, на следующем семинаре. Я не знаю, буду ли я вести, ну, скорее всего, буду вести семинар по сек-то-сек. Возможно, нет. Посмотрим. Вот. Какие-то еще вопросы? Что-то, может, я что-нибудь здесь полистаю, что-нибудь найду. Не знаю, что посмотреть. Что касается ЛСТМ, наверное, если сложно, наверное, будет, да, ЛСТМ у нас будет, наверное, в целом на сек-то-секе, то есть, на самом деле, я как-то сбегу вперед немножко, но энкодеры и декодеры, ну, короче, качество энкодера и декодера у нас будет браться ЛСТМ, ГРУ, вот, то есть, вы с ними еще поработаете, то есть, я думаю, опыт наберетесь. Неизбыточно ли управление в запоминании? Несмотря на чего, оно в данном случае не нужно, иногда это необходимо. Особенно, если символы, окно влияния символов, оно достаточно маленькое, да, то есть, там какие-то зависимости есть только, наверное, типа гласное, согласное, ну, вот, какие-то концепции основные есть, но особого тематического значения в них нету, вот, может, максимум, какая-нибудь приставка, суперкс и так далее, но не особо что-то серьезное, вот, а в словах, в словах, в предложениях в целом, семантическое значение может очень далеко тянуться, да, и даже, допустим, через пять предложений мы можем как-то учитывать то предложение, то есть, смысл, контекст очень важный для нас в словах, в отличие от символов, вот, и как раз для них нужен LSTM, в данном случае, RNN хватит, вот, но если мы генерируем какие-нибудь допустим, на какие-нибудь стихотворения, то это было бы достаточно сложно, наверное, сложно было бы, да, ну, или просто обычный текст, да, я вот вижу, что вы спрашиваете про саму структуру внутри LSTM, наверное, сейчас это будет не очень, не очень, наверное, не очень своевременно, не очень своевременно сейчас об этом говорить, давайте поговорим об этом когда-нибудь, или когда-нибудь, когда-нибудь, просто, наверное, на следующей LSTM, наверное, можно что-нибудь упомянуть, посмотреть схему, а сейчас таких сложных вопросов я, наверное, не отвечу, точнее, не отвечу, но этот будет, наверное, не для всех, не для всех нужен, вот, вот, на следующем, на следующем семинаре, мы пытаемся показать на LSTM, как там все работает, если какие-то остались вопросы, вот, окей, надеюсь, всем понравилось, не очень сильно заскучали, мы старались, вот, что получилось, то получилось, если что-то, наверное, не так, вы, наверное, пишите, вот, мы попытаемся что-то исправить, сделать что-нибудь интересное, ну, короче, фидбэк оставляйте, это очень важно для нас, даже самый плохой фидбэк, если все плохо, но, главное, чтобы он был конкретный, то есть, типа, все плохо, ну, такой фидбэк, вот, главное, чтобы, ну, указать на какие-то недостатки, вот, но мы пытаемся сейчас в каких-то таких условиях работать, достаточно проблематичных, вот, ну, как-то выходит, вот, хорошо, все, спасибо всем, давайте все, до свидания, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,